всем привет меня зовут андрей я зависимый наркоман алкоголик мне 28 лет родился и вырос в москве вот все у меня начиналось как у всех я был достаточно одаренным ребенком продвигался хорошо по учебе мне казалось что моё употребление полностью под моим контролем я даже не задумывался проблемы начались где-то ближе к совершеннолетию я начал ощущать постоянную тревогу в обычном состоянии вне употребления а когда я начал употреблять у меня примерно 17 18 лет начались потери памяти в которой полимсесты во время которых я творил всякие непотребства моё поведение становилось агрессивным от меня начали отворачиваться друзья и так далее вот и как-то так я жил потом начал употреблять наркотики основном стимуляторы амфетамин мефедрон различные метиламины экстази ну и так далее как бы я никогда не кололся вот и считал что как бы наркотики на самом деле не являются проблемой в моей жизни проблемы являются алкоголь начал это где-то годам ближе 25 так считать вот ну может чуть раньше 23 в общем как-то так жил меня не получилось да я бросил учиться учился на бюджете бросил юрфак работы я скитался по каким-то малооплачиваемым рога и копыты если менеджером или потом в конце уже трудился где придется там какие-нибудь шабашках монтажником и так далее и в общем 28 годам я ощутил ну как это называется мотивационный кризис я почувствовал что мне абсолютно больше незачем жить в том формате в котором я жил все это же что я в полном тупике что все не бросила девушка я там сделал ну как сделал подлянку другу да последнему оставшемуся вот меня уволили с работы там умер товарищ от наркотиков в общем как-то это все так навалилось и я до этого ну ощущая где-то свою жену бессилие своей перед болезнью у меня не было достаточно мотивации все же мне казалось что как-нибудь я живу тут я понял что нет у меня все больше никаких шансов либо просто употреблять и умирать либо что-то делать и родители давно мне говорили как бы да там возможности реабилитации но я отвергал что что как это теряет там столько времени своей жизни но и вообще ну к тому моменту эти мысли провалились достаточно глубоко меня что нужна помощь я обратился и собственно вот прилетел сюда центр спасовая в казахстане в городе алматы за четыре тысячи километров от дома вот приехал я сюда пьяный в дым вот и первые три дня я вообще не сильно понимал лучшими было плохо было ужасно плохо я отходил и в это же время я как-то пытался понять что здесь происходит у меня были иллюзии по этому поводу я считал что я еду в место где меня научат контролировать мою мою болезнь мое употребление притом я знал что как бы мне придется остаться совсем с употреблением но при этом все равно контролирую его что я научусь сам управлять своей болезнью да я знал что нельзя будет давать послабление там что любое употребление значит потеря контроля но тем не менее я думаю так и какое-то время для меня это было ну действительно а здесь никто особо сразу так не объяснял как это работает просто меня включили в процесс и вот мне дали наставника я начал с ним ходить как бы да с человеком я хожу 24 на 7 не отрываясь с одним и тем же ну и он не просто объясняет по ходу что здесь происходит я начал понимать осознавать все это я начал получать удовольствие от того что я понимаю программу как это все работает ну это для меня было действительно таким открытием я впервые жизни начал соблюдать правила я привык всю жизнь их нарушать это было майн кредо нарушать правила обходить их делать а здесь ну там допустим лежит телефон нельзя его трогать и для меня было таким удивлением что я не пытаюсь это делать потому что понял я я погибаю я пришел к этим людям я прошу у них помощи мне я не могу здесь уже петлятся как бы вот вот этот момент это вот столкновение как тут своим бессилием первое было для меня по первости очень не знаю волнительным интересным вот дальше я начал погружаться в процесс который здесь происходит постигать принципы реабилитации для меня это было это и сейчас это кажется процесс не заканчивается он каждый день что-то новое открывается в общем я был одновременно это породило во мне множество и негативных чувств зачастую неосознаваемых в то же время это подарила мне надежду это подарила мне веру это забрали у меня отчаяние я жива чай не я жил последние несколько лет просто я не знаю чувство вины стыда из которого оказалось нету выхода здесь я получил надежду здесь я получил веру это самое главное что я здесь нашел это веру веру высшую силу веру возможность жить продолжить развиваться еще различные начинал начиная владеваю сейчас различным инструментарием выговор своих чувств я как зависимый я жил управляемый своими чувствами и основная их масса была подавлена они были вытеснены различными установками но из детства наученностью которая получала взаимодействие с миром я прятался вообще не знал на самом деле что там у меня внутри и вся моя жизнь там осознанно вся моя жизнь это бегство от моих чувств я это смутно ощущал тогда еще и настолько от меня ужасало что оставалось только бежать здесь я впервые столкнулся с собой я понял насколько безумно была моя эта жизнь насколько она как будто у меня вообще головы то не было ну и она безумно была не в тех моментах когда я пьяный там не знаю напал человека с ножом или там еще что то как бы что я считал безумием она была безумно когда я был трезв когда я принимал решение встречаться с девушками встречаться там не за какие-то такие вещи что-то там говорил своим друзьям знакомым вообще это все было в таком мраке вообще не осознанности таких реакций для меня сейчас вернуться туда мне наверное придется пить без про духу просто чтобы все это забыть и лишь тогда как-то не знаю чтобы к этому вернуться это то что было в моей жизни тогда мы просто как будто не было головы хотя я всю жизнь считал себя там интеллектуалом и так далее вот здесь ну я бы еще хотел сказать и о специалистах как бы я изучал до этого эту точку зрения хотел бы сказать о том что здесь действительно место уникальное фактически для постсоветского пространства по пальцам можно пересчитать места где практикуется именно такая здравая здравое терапевтическое сообщество да там миннесотская модель основные центры которые есть которых тысячи на москве московской области это такие душегубки и гестаповские застенки меня были знакомые ребята которые проходили друг у меня был который проходил насильственный центр это один и выше двое они вышли один употреблял в тот же день как оттуда вышел другой там спустя полтора года мы вместе там употребляли в общем сейчас понимая всю глубину того ужаса который предлагают в основном в области терапии зависимых я понимаю насколько мне повезло то что здесь я оказался да условия спартанские но я как романтик в душе я на самом деле отчасти ехал мне как бы плевать в тот момент был и да и сейчас да там есть какие-то там вопросы с водой там и так далее но это несравнимо как бы ну это все можно прожить и я нахожусь сейчас удовлетворение в том что я проживаю эти трудности зачастую вот но сказать именно с точки зрения может быть даже не побоюсь слова уникальности на данный момент то что предлагается в российской федерации в республике казахстан это место объективно мне кажется ну подарком бога подарком свыше что я сюда попал специалисты денис злобин я сюда попал я смотрел его лекции и во многом я попал сюда и благодаря тому что мы не нашли я продентифицировался мне нашли отклик его слова его видение его просто его опыт его жизни вот и сейчас и как бы знакомясь с другими специалистами ну онлайн там смотря к лекции записи семинария я понимаю что действительно ну я у одного из лучших в руках у одного из лучших из того что доступно и я благодарен за это благодарен ему благодарен богу благодарен родителям что что вот так что так случилось в центре я четыре месяца будет через ну как де-факто де-факто через два дня до юра через один до юра потому что я приехал третьего но я был говно де-факто я считаю свою трезвость но с четвертого когда я уже был похмелье через два дня до четыре месяца пацаны подтягивайтесь это работает это работает если есть мотивация